Добрый день! С вами Ведовина Наташа, художник компании Таир. Сегодня мы с вами поговорим о моделирующем прозрачном 3D геле. Что это такое, как с ним работать и каких волшебных эффектов с его помощью можно достичь. Моделирующий гель Таир – это густой акриловый медиум молочно-белого цвета. После полного высыхания становится прозрачным, хорошо сохраняет рельеф, обладает способностью удерживать в себе небольшие элементы – гусины, ракушки, бисеры и тому подобное. До высыхания гель при необходимости отлично разбавляется водой, зато после полностью в достоек. Время высыхания напрямую зависит от высоты рельефа и колеблется от пары часов до суток. Я не рекомендую перебаршивать с толщиной. Если нанести гель выше 3-4 мм, то в глубине он может остаться мутноватым, потому что в нижних слоях ему не дается полностью просохнуть без доступа воздуха. Также обратите внимание, что из-за своей высокой глянцевости поверхность геля после высыхания немного подлипает. Но от этого можно избавиться дополнительным слоем любого нелиптущего лака. Прозрачный моделирующий гель выпускается в следующих объемах. Баночка 100 мл – отличный вариант, чтобы попробовать материал. Ее вполне достаточно для декора нескольких больших ваз или подсвечников. Банка 250 мл – для тех, кто уже вошел во вкус и не может остановиться. А еще прозрачный гель существует в виде тюбика с острым носиком. Если вы искали прозрачный контур для декора или точечной росписи, то это именно он. Выгоднее всего прозрачный моделирующий гель смотрится на стеклянных изделиях, через которые может проходить и преломляться свет, добавляя к гелю искристости и блеска. Прозрачный моделирующий гель – один из любимых моих материалов. Сейчас я расскажу о нескольких способах его применения. Но если у вас есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Имитация мазков кисти. Очень часто покупают моделирующий гель, чтобы оживить изображение на печатанных холстах. Впрочем, то же самое можно продеть и с докупажными изображениями. С помощью жесткой кисти щетины гель наносится поверх изображения. Можно варьировать размер и рельефность мазков. Делать их хаотичными или по форме объекта. Некоторые элементы в изображении можно обыграть с помощью мастихина. В результате, благодаря этим мазкам и высокой глянцевости геля после высыхания, работа будет напоминать живописную. Имитация ледяных узоров. Существует несколько вариантов нанесения моделирующего геля, позволяющих получить разнообразные зимние эффекты. Первое – это нанесение с помощью поролоновой губки. Причем, меняя степень пористости губки, можно получать совсем разные результаты. Сравните нанесение с помощью мелкополистого спонжа и губкой с крупной формой, похожей на натуральную. Фактура получается совсем разная. Второй способ – делать вот такие круговые завитки, используя верную кисть. Кисть лучше взять пожестче. Мягкая синтетика может сразу начать слепаться от акрилового медиума. Результат очень напоминает зимние и морозные узоры на окнах. Я оставлю в описании к видео ссылку на новогодний мастер-класс, где я использовала эту технику. Третий способ – нанесение с помощью мастихина, придавая гелю неровный хаотичный рельеф. Здесь главное не увлечься и не приборщить толщиной мазков. Использование в качестве клея. Гель обладает очень хорошей клеящей способностью. Про это знают далеко не все. Но те, кто знает, часто используют гель вместо специальных клеев. Но этот способ хорош, если вы не ждете моментального эффекта. Гелю нужно хотя бы несколько часов, чтобы высохнуть и прочно склеить поверхности. Зато он прозрачный после высыхания и очень прочный. Через трафарет. Гель отлично наносится через трафарет, создавая узоры, которые незаметны с первого взгляда. Однако, если взять в руки изделие с таким узором и наклонить на свету, то узор начнет блестеть и переливаться. Если добавлять в гель другие материалы, то можно немного изменить его свойства. Например, его можно тонировать, добавив краску. Однако, чтобы он не сильно утратил в прозрачности, следует добавлять либо изначально прозрачные краски, например, витражные на водной основе, либо красители, например, пищевые. Можно добавить гель-глиттер, чтобы усилить блеск. Я очень часто делаю это в имитации ледяных узоров. Гель с добавлением блесток будет еще ярче искриться и переливаться. Если у вас есть прозрачный микробисер, то добавив его в гель, можно мешать состав, похожий на нашу кристальную пасту. Ее тоже часто используют для имитации льда и другого декора. Ну и пару слов про прозрачный контурный гель. Конечно, его используют в классической точечной росписи, добавляя к цветным контурам прозрачные точки. Но также он хорошо смотрится и как единственный материал в работе, особенно если роспись производится на прозрачных стеклянных изделиях. Можно создавать контурные рисунки, линии и надписи. Контурный гель подойдет, если вы хотите поэкспериментировать и сделать прозрачные перегородки для витражной росписи. Иногда его используют для имитации объемных капель красы в декоративных или живописных работах. Надеюсь, это видео для вас было информативным, а самое главное, вдохновляющим на творческие эксперименты. Спрашивайте прозрачный контурный гель Таир в магазинах вашего города. А также его можно заказать на Озоне, Валберес или в нашем интернет-магазине. Творите с удовольствием и до новых встреч!